Первыми уиками в Одинцово, на которые приехали иностранцы, стали участки в лингвистической гимназии. На то она и лингвистическая, что с международными наблюдателями члены комиссии стали общаться напрямую, без переводчиков. Вы проходите сюда, закрываетесь, никто не беспокоит вас, здесь нет камер, никто не подсматривает за вами. Вы можете сделать все, что пожелаете. Следующая точка филиал МГИМО. Здесь готовят кадры для международной дипломатии. Место, безусловно, знаковое для иностранцев. Решили сделать здесь групповой снимок. Человек, который беспрерывно все снимает на телефон, представитель африканской страны Эсфатини, Сифо-Сити Тембе. Запечатлел переносную урну для голосования и Каибы и просто сделал селфи на фоне. Так как я являюсь участником и членом Центральной избирательной комиссии в Эсфатинии, я должен дать обратную связь своим коллегам, чтобы улучшить голосование в своей стране. В Одинцовском округе работает Центр наблюдения за всеми УИКами Подмосковья. Московская область – регион с самым большим количеством избирательных участков в России. Это маленькое инженерное чудо – собрать в одном месте в режиме онлайн всю информацию с более чем трех тысяч точек. Таким образом, у всех, у кого есть вопросы, у кого есть необходимость проконтролировать лично из жителей Московской области, есть уникальная возможность стать общественным наблюдателем. В Центре была организована пресс-площадка для общения с журналистами. Сифо-Сити Тембе попросил коллег сделать снимок, будто он выступает на пресс-конференции. И к нему тут же присоединились другие. Получился незапланированный флешмоб. В это время остальные наблюдатели внимательно слушали, какие технологии применяются в России на выборах. Россия – очень важная страна, которая играет серьезную роль в мировых делах. Поэтому невероятно полезно посещать выборы в России для того, чтобы узнавать что-то новое, получать опыт и следить за этим. Делу время, потехе час. После осмотра работы избирательных участков для гостей устроили культурную программу. Они смогли в полной мере почувствовать, что такое русское гостеприимство. И не просто почувствовать, а попробовать на вкус. В городском парке гости попали на народные гуляния, масленицу, частушки, игры, иностранцев даже втянули в хоровод. Те, впрочем, не очень-то и сопротивлялись. Сифо-Сити Тембе попросил дать ему рецепт такого простого и удивительно вкусного угощения, как русские блины. Разумеется, иностранные гости посетили и сами Настарожевский монастырь. Здесь свои новости. Рабочие разбирают стропила. Накануне на колокольне водрузили новый многотонный колокол. Еще один повод посетить красивейшее место Подмосковья. Фарид Тамалах, хоть и мусульманин, но с удовольствием осматривает православный монастырь. Вообще-то, говорит, Иисус его земляк, родом с Палестины. А если серьезно, его восхищает мир в многоконфессиональной России. Я поражен тем, насколько гармонично существует общество в России. В Палестине, как и здесь, исповедуют и ислам, и христианство. И я считаю, что это потрясающе, когда можно видеть эту гармонию между гражданами. Итоги и выводы по результатам работы международная миссия озвучат чуть позже. В целом, Россия продолжает свою политическую, общественную, культурную жизнь. Без оглядки на сложную международную обстановку. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.